Привет всем! Тема сегодняшнего видео как понизить уменьшить вредные выхлопы и токсичность. Особенно актуальным становится этот вопрос перед техосмотром. Известно, что на техосмотре автомобилей у нас должны подготовлены соответствующие документы. Также в некоторых странах СНГ требует наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной установки и там подобное. И конечно всем известно, что любое стекло, стеклоочистители, тормозная система, рулевая система и так далее должно все в порядке. Если что-то не так, тогда владелец автомобиля устраняет сохранные все неполадки. Но есть тут самый важный момент, на которые тоже обращают внимание на техническом осмотре. Это в соответствии с нормами автомобиля по выхлопу вредных газов и токсичностью. Если владелец автомобиля видит, что перегорела лампочка или пора уже заменить тормозные колодки, заранее устранят такие неполадки. Но определить, соответствует или нет ее машина нормам токсичностью трудно без специальных оборудований. Такое оборудование в большинстве случаев имеется только в центрах технического осмотра. И когда автомобиль подъезжает в центры на проверку, только потом становится известно, что автомобиль соответствует или нет техническим нормам по выхлопу. Своевременно обслуживаемый и правильно эксплуатируемый автомобиль способен удовлетворить нормы на токсичность пробегом даже до 500 тысяч километров. Токсичные газы, которые выбрасываются из глушителя нашего автомобиля в атмосферу, это углеводороды CH и окис углерода CO. Есть, конечно, и другие, но особое внимание удаляется этим газом. Углеводороды CH — это компоненты нескоревшего топлива. Нормально работающий двигатель сщигает в цилиндрах практически все топливо. Повышенное содержание CH может объяснять например большим потреблением масла через слабые уплотнительные кольца поршней. Чаще всего увеличенное содержание CH вызывается неполадками в системе зажигания. Окис углерода CO — неустойчивое химическое соединение, легко вступающее в реакцию кислородом, тающую двуокисл углерода CO2. CO — ядовитый газ без цвета, вкуса и запаха. Вступая в легкую реакцию с воздухом, влечает мозг кислорода. Нашел нормы по составу вихлопных газов, которые применяются на техосмотры. Скорее всего, эти нормы чуть устаревшие, но дают приблизительную картину. Итак, советы и рекомендации, которые я нашел в интернете, чтобы понизить уровень токсичных газов. 1. Прогрейте двигатель машины до оптимальной температуры около 90 градусов перед техосмотром. Чем холодный двигатель, тем больше вредных вихлопов. 2. Перед техосмотром залить 98-й бензин. 3. Заменить воздушный фильтр. 4. Заменить свечи, если старые уже прошли более 20 тысяч километров. 5. Почистить стрессильную заслонку. 6. Почистить ЭГР. 7. Промить форсунки. 8. Заменить ламбда-зонд, если ламбда-зонд, что сильно влияет на СО. 9. Если катализатор не в порядке, заменить. 10. Выставить сожигание, если это требуется. 11. Если есть возможность пройти проверку на содержание СО и СХ в сторонном сервисе. 11. После этих процедур и расход топлива станет лучшим. 12. И сам машина будет чувствовать себя пободрее. 13. После замены фильтра и свечей стрелька тахометра стал ходить более плавно, и педал газа стал более чувствительным. 14. Да, свечи у меня были более или менее в порядке, и не обязательно было их менять. 15. Но я уверен, что новые свечи, которых я установил перед техосмотром, скоро у меня окупятся, и расход бензина будет чуть меньше. 15. Также некоторые прибегают к нетрадиционным способам временного понижения СО. 16. Например, заливают бутылку ацетона на полный бак, или некоторые разбавляют бак 20% технического спирта. 16. Но я не рекомендую такие способы, потому что они мне кажутся слишком сомнительными. 17. Если вам кажется, что двигатель работает с перебоями, 17. Шрет много масла, компрессия слишком слабая, или какое-то еще недостатки имеется, 18. Не стоит идти на технический осмотр. 18. Сначала устраните неполадки, потому что все это, которое я перечислил выше, влияет на вредные выхлопы. 19. Продиагностируйте машину на компьютер, и выявляйте, какие ошибки и неполадки имеются. 19. Устраните их, и только после этого введем нашу машину на экзамен. 20. Чтоб каждый раз не ехать на диагностику, предлагаю купить здесь его диагностический сканер на Алиэкспрессе. 21. Эта вещь должен продать у каждого автовладельца. 21. Ссылку на сканере оставлю ниже в описании этого видео. 22. В конце видео хочу попрощаться. 23. С нетерпением ожидаю Ваши советы и замечания по поводу этой темы. 24. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, и спасибо всем за внимание. 25. Зак platуolis. 24. Продолжение следует... Продолжение следует...